С начала года на территории Гродненской области произошло 420 пожаров, 18 из них в Сморгонском районе. К сожалению, минувшая неделя омрачена огненным ЧП. 17 августа в 7 часов 45 минут в Центр оперативного управления Сморгонского районного отдела МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу город Сморгонь, улица Комсомольская, дом 142. По прибытию к месту вызова спасателями обнаружено открытое горение жилого дома. Дом деревянный, одноэтажный, размерами 10 на 10 метров, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован, АПИ не оборудован. Хозяйка покинула дом самостоятельно до прибытия подразделения МЧС. В результате пожара повреждены кровля и перекрытие, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматриваем версия «Неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки дома». Уважаемые граждане, а вы знаете, на что способен упавший на кровать или пол непотушенный окурок? Примерно через 2 минуты он вызывает огонь, а спустя несколько мгновений – пожар, потушить который своими силами будет невозможно. К сожалению, не все видят в этом весомую причину для отказа от сигарет. Однако, если курить или не курить – выбор каждого, то тушить за собой окурки – прямая обязанность всех курильщиков. Если вы не можете отказаться от этого пагубного пристрастия и курите дома, то делайте это безопасно. Ни в коем случае не бросайте непотушенные сигареты на пол и не курите в местах для сна. Окурки складывайте в пепельницу или несгораемую емкость. Лучше всего наполненную водой. Не подвергайте опасности себя и тех, кто живет с вами рядом. А чтобы вовремя обнаружить возгорание и избежать пожара, установите в доме автономный пожарный извещатель. Наличие в доме или квартире автономных пожарных извещателей существенно повышает возможность раньше узнать о пожаре, принять соответствующие меры и избежать печальных последствий. Это касается не только самих жильцов, но и тех, кто проживает по соседству.